привет народ привет подписчики значит сегодняшнее видео это продолжение нашей эпопеи по болезни птицы то есть моих цыплят и горна которые четыре поколения были выведены выпущены на вольную территорию на вольер то есть на землю что было на земле на земле была подстилка раньше там птицы был выгул просто я огородил освободил место засыпал туда настоящую зиму перепрелая вся перегоревшая будем говорить вся подстилка из состоящейся из лузки семечковой шкурки все это было поднято засыпано и были понятны дожди потом погоды все высохло и запустили туда птицы цыплят точнее четыре поколения ну понятно началась давка кто смотрел видеоролики мои я уже об этой теме говорил была давка половина значит померла у нас вот этой давки а вот эти где-то 25 процентов 30 процентов это была болезнь болезнь для меня непонятная значит опухали глаза значит с глаз прямо вытаскивается кусками молодой сыр белого цвета кто не знает подумает что это сыр вот такой вот гной это будем говорить белого цвета сыр выделения сноса выделения нет горло чистое слизистая чистое поноса нет никаких других признаков нет но если глаз века значит внутри красная воспаленная то есть как будто комиквид в общем лечил я одними антибиотиками вторыми третьими четвертым видео все это рассказывал системными вот этими антибиотиками широкого спектра сильными уже ветеринарными не помогало ничего не помогало если тенец заболел даже уже взрослый такой бегающий петушок смотришь живой здоровый уже летает а тут он заболевает все 99 и 9 процентов что он умирает выжить невозможно если уже заметили симптом что я только не делал и глаза промывал и и это действительно растворами не перекисью а вот это гидрохлориды вот эти гекс один вот эти вот эти пробовал значит даже у меня были ушные капли ушные капли атофа и а тофа капнула она желтая видно все наблюдаешь вот чуть-чуть лучше а тофа чуть-чуть лучше если заметил на ранней стадии а тофа это антибиотик чего-то там натрия но он чуть-чуть стал помогать и вот на последних я вот давно его хотела я покупал для ушей этот антибиотик то есть для слизистых оболочек он подходит не для глаз но для слизистых оболочек и аналогов он не имеет он стоился 40 рублей вот я его капал него и своя пипеточка как удобно в общем капнул во первых желтый цвет ты видел как видишь кого ты закапал два-три дня он сохраняется цвет цыплята его не глиют на него смотрят смотрят но не реагируют никак нормально все и ты видишь кого ты закапал их легко найти увидеть и смотришь за состоянием ну а те которые уже запустились все глаз пропадает у птенца пропадает глаз он с этой шишкой вместе со всем вот таким вот с выделением кусками вот эти сыра молодого он и выходит вот так вот и если даже выживет он один глаз уже поврежден у птенца будет один глаз поврежден а второй если он выживет будет видеть то есть будет одноглазым вот какая-то вот такая вот вались непонятная ситуация значит сегодня у нас понедельник получается 16 августа и получил я наконец-то протокол исследования номер протокола 16 августа 2021 года с утра все они молодцы мне сделали значит обещали они мне сделать за пять дней и анализы прошли я не знаю наверно выходные кто-то тоже там остается какой-то лаборант или что то есть выходные они тоже исследования проходят то есть кто-то зачем-то следит наверно но вот понедельник мне выдали протокол общем 8 дней прождал я 8 дней они сказали что у вас затягивается у вас там проблемы у вас там нашлось что не говорят но дотянули 8 дней ну 8 дней так 8 дней значит сейчас я вам все покажу расскажу что же у меня нашли а еще один случай сегодняшний я как раз зашел покупать швейные иглы для для швейных машин иглы мне показали какие должны быть или двойную иглу бери или одну толстую в общем зашел и швейный магазин а вы говорит из тех кто приходили во днях а я говорю а кто приходила для индюков брали вот что-то у меня ветеринар подруга я и звонил она им посоветовала да не взяли давайте позвоним говорю еще ну позвонили в общем за 30 минут я пока объяснил уже с иглы мы перешли на эту болезнь я говорю вот так вот так нашли стафилококк нашли говорю выявился она мне говорю глаз он говорит да первая причина стафилококк бьет на глаз я мне сразу стало как бы как тебе сказать как будто я лоханулся по полной программе где была этой женщине ветеринару 70 лет она очень опытная и она сразу сказала что это глаз и это от подстилки еще говорит у вас может быть грибковое заболевание на а называется агрестерилез как-то такое что такое название в общем у вас может быть тоже это заболевание там где вот эта подстилка плохая вот такие заболевания бывают я подумал что я зря отдал денежку а денежку я отдал ребята 1413 рублей 60 копеек как бы не совсем дешево сейчас я вас еще удивлю значит да где бы такого врача найти сразу что без анализов он тебе уже все сказал ну как говорится номер есть на мой телефона она не отвечала а только на свой номер подруги то есть подруги телефона она ответила и мы с ней переговорили вот этот короткий вопрос она все то же самое подтвердила что глаз другой никто не мог мне это сказать ну не знаю как это не было ветеринаров один в отпуску другой так и с третьим мы разговаривали вот где-то полчаса значит выбил я у него выбил я у него такую вот таблицу по вакцинации птицы отработанную именно для малых хозяйств вакцин много очень много вот этих вакцины делаются по несколько раз все как бы так это вакцинировать будем значит раз зимой весной будем вакцинировать птицу начинать новые выводки это будет новое родительское стадо потому что сейчас растет новая кровь которая сейчас привалила вот это новая кровь будет для дальнейшего разведения составляться новое стадо и вот это новое стадо будет вакцинироваться а теперь давайте о протоколе исследования сейчас покажу ребята вот у нас протокол исследования надеюсь вам видно да заказчик гражданина соколов юрий сердеевич адрес заказчая россия но не бактериологических отдел на маняде птица труб цыпленка возраст два месяца давал живого написали труп ладно вид упаковки доставлены цель проведения следием выделения возбудителя коли бактериоза значит это был сдан первый анализ на коли бактериоз а там что вы видеться до дата и места отбора проб пробу отобрал где трачка был тимошевская городская лечебница дальше вот у нас идет где значит смотрим вот такая вот табличка здесь метеорологические указания по бактериальной диагностики калибактериоза шерихи хиоза скобках животных минсельхоз россии 27 на 7 2000 года номер такой-то такой-то возбудитель коли бактериоза отсутствие не выделен результат исследования не выделим то есть калибактериоза нет калибактериоз входят вот эти много вот этих сельмонулезы палочки кишечные в общем весь набор чисто потому что по носа поноса никакого не было кал нормальный вот дальше мета методические указания по лабораторной диагностики стрептокококоза животных 25 сентября 1990 года это нормативные документы возбудитель стрептокококоза отсутствие норматив отсутствие и дальше выделим вот он ребята выделим возбудитель стрептокококоза ребята даже не стафиликов стрептококоза вот даже по-английски написано вот это вот сволочь которая довела меня до того что я не смог вот с этим простейшим с простейшим избавиться от этого простейшего возбудителя которого помогает любой антибиотик понимаете да и дальше идет приложение протоколу исследования номер такой-то такой-то 16 августа 2021 года страница 2 и здесь вот четко написано то что я их очень сильно очень сильно просил все это будет выражаться на моем канале на ю тубе все это все ребята они сделали все они все сделали претензии к ним нет они сделали все что нужно они мне сказали что у нас есть пять основных антибиотиков понимаете давно у них не 5 у них них получается 14 антибиотиков есть для как сказать вот именно по этому анализу да он стоит дополнительных денег но что делать значит антибиотики такие кобоктан не работает интерспективно не работает сунадокс работает диаметр зон для культур миллиметров чувствительных 30 30 сунакокс су вру синулокс вот такой преврат синулокс он есть для кошек и собак ветеринарии он основном там используется в основном но это уколы это уколы и густ довольно густой препарат ципровед не работает байтрил не работает энероксил не работает флуорофен не работает дальше вторая группа антибиотиков идет продолжение смотрим цептиофен не работает ама амоксицелин ребята амоксицелин написано у них не работает коликвенол не работает коринокс не работает цептофит цепто нит не работает азитромаг работает 30 указано здесь диаметр зон для культур миллиметров чувствительных 30 и формазин не работает теперь мы смотрим работает всего два препарата а азитромаг и работает препарат сунолокс синулокс вот значит вот я вам ребята так скажу вот ветеринар не один написал и второй написал что это одни и те же препараты только человеческие вот они идут амон амон амоксициклин идет аналог это сунолокса и идет аналог у нас азимотрецин 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 идет из трех таблеток состоит я вот только ребята сейчас обратил внимание почему они так написали значит ветеринары дают ветеринары дают препарат аналог того же препарата а тут почему то написано вот сейчас я заметил что амон циклин вот второй столбик вот посмотрите вот я показываю вот второй столбик амоксициклин и вот куплен амоксициклин тут написано что он не работает хотя ребята это тот же препарат это тот же препарат аналог того же азитромак дело то что за азитромак мне сказали цену 2300 с копейками 2000 рублей 300 с копейками я не стал интересоваться литр там или 100 грамм понимаете да то есть цена сумасшедшая то есть жизнь человека дешевле чем жизнь цыпленка фу это получается да получается так это препараты для цыплят намного дороже чем человеческих как то так получается теперь второй препарат это сумма сунолокс ну вот у сунолокс это и есть сунолокс препарат амоксициклин то же самое подтвердили и вет аптеки подтвердил ветеринар дело в том что мне сказали что всего есть пять антибиотиков которые они есть у них а графа здесь сделано на 14 антибиотиков понимаете да вот вот теперь думаю мне прямо сказали всего лишь есть пять основных антибиотиков у нас есть для исследования и какой из этих будет работать если никакой не будет работать значит ничего не покажет но тут написали два согласен два есть еще есть какие то три ну наверное байтрил есть нет энерососин есть байтрил то есть они одни и те же вещества под разными названиями скорее всего амоксициклина у них нет в наличии просто он здесь написан азитромак есть и он показал что есть ребята и все это подтвердили сейчас чтобы вот раз такое дело прошло раз такое дело прошло у нас есть здесь значит я посмотрю цену сейчас покажу вам цену этого всего дела значит акт номер такой-то такой-то вот 16 августа 2025 показания услуг ну вот акт что там делали холибактериоз стрептококос определение чувствительности антибиотиком прочие исследования услуги патологонамическое скрытие одного труба животного птицы до 10 килограмм обезвреживание и утилизация трубов и патоматериала до 5 килограмм короче общая цена с НДС у меня вышла цена с НДС вышла у нас 1413 рублей 60 копеек ну 235 235 235 235 60 вышел только НДС НДС у нас дорогой стал ну что делать вот так как-то вот печать стоит в общем вот такое вот такие вот ребята дела а теперь мы посмотрим здесь они должны были написать английскими буквами вот что мне интересно они написать написать вот английскими буквами вот вообще короче а теперь мы открываем инструкцию к КОМОК СЦИаклину который я приобрел за 82 рубля вот он чек 82 рубля амоксициклин стоит почему я взял такой потому что тут 20 вот таких капсул 20 капсул и открыл высыпал в банку короче одна баночка на 3 литра воды для цыплята для крупных может 2 и 3 надо будет давать добавлять как то так ну теперь смотрим мы ищем вот эту формулу препарат как бы широкого сектора широкого спектра и вот я ищу бактерицидный антибиотик широкого спектра действия с группой полсантитических пенициллинов то есть он не должен привыкать раз он сидит очки и вот мы ищем ну именно вот такой вот именно вот такой вот я не могу найти именно вот такой вот штамм которая написана написано которая здесь вот сейчас я значит поеду еще раз в аптеку и вот этот вот штамм возбудитель стрептококоза стрептококоза почему-то мне врач тоже посоветовала посоветовала купить мне приобрести или амоксициклин азимотрицин вот написали мне наверное я сейчас поеду в аптеку еще раз еще раз сравню вот эти вот препараты и попробую вот этот вот именно антибиотик почитаю если на том препарате если на том препарате нету его значит просто этого на тебе этого как сказать возбудителя нету в бы человеческих болезнях и соответственно он не вписан так лекарство предназначено для чего для именно для животных у человека это и скорее всего этого возбудителя нет вот поэтому и все так и получается ребята ну что вам дальше я вам показал как бы сюда вот оплатил я принципе доволен теперь мы хотя бы в стоге цена стоге сена не будем искать иглу мы знаем уже что у нас какой вирус чем это заболевание опасно и она может возникать у новых поколений цыплят понятно сейчас плохой год лето одни дожди были феноменальная жара вот жара прошла опять потопы пошли благо нас пронесло на два с половиной месяца назад я ведра не цыплят выбрасывал нас затопило было озеро вот как-то так сейчас где-то вот крымск опять что-то там топит темрюк топило вот показывали наши подписчики как бы вот так и идут нашествие у нас от этой территории краснодарского крана на этом я с вами видеоролик заканчиваю новый препарат сейчас я просто проеду пробью если у него есть этот антибиотик за пиво не антибиотик а вот и штамп записан то я его возьму если там это штамп не записан я все равно его возьму потому что неизвестно поможет она не поможет скорее всего она так и есть что этого антибиотика массы циклина у них нет а из тех что есть вот эти два антибиотика показали вот они их и отметили а мы взяли человеческие которого который аналог препарата но так у человека этого вируса нет его просто и не указывают возможно так на этом я с вами на этом я с вами и это несколько не именно несколько человек несколько этих ветеринаров и самой аптеке подтвердили что у них есть человеческие вот эти аналоги они именно правильно записаны по связи значит по результатам пропаивания по результатам пропаивания а пропаивать я буду наверно пока все не выпаю дни 7 7 8 дней буду пропаивать а только потом уже выявится помогло ему или не помогло это я делаю все для того чтобы новая птица которая будет выпущена она будет пропаиваться вот через неделю после того как вы бы этот выпущу будет пропаиваться этим репаратом для профилактики потому что профилактика у нас от земли от подстилки ты никуда не денется она копает клюет и находит понятно когда будет холодней этого уже не будет когда будет холодней а сейчас она пока жарко еще все она есть на этом я с вами прощаюсь